Привет, друзья! На обзоре у нас сегодня подвес трейловый Merida 120 9600. Мне кажется, что это будет один из самых популярных подвесов среди Merida, именно трейловых в этом году. И сегодня я расскажу, почему. Также я расскажу, почему я себе заказал такой подвес. И он, по сути, уже приехал, но не факт, что я буду на нем кататься. У меня целая история с тем, как я себе покупаю новый свой велосипед, один из новых велосипедов. И сегодня я чуть-чуть открою занавес на всю эту историю. Но для начала расскажу про этот велосипед, что на нем стоит, почему он, на мой взгляд, очень такой удачный по совместительству, цена-качество. Ну и, собственно, то, почему я себе его хотел. И также, конечно, я расскажу про минусы, где вы чуть-чуть берете себе дешевле, но чем вы будете жертвовать. One 20600 в этом году идет в трех цветах, помимо вот такого вот синего, который переливается, ну, такой перламутр, в общем, он по-разному выглядит. Очень похож на Limited, ну, по сути, это одинаковый цвет, вот так вот Limited выглядит синий. И вот такой же цвет и здесь, только здесь еще и синие буквы. Вживую он смотрится прикольнее, чем на фотографиях. Есть также красный, который, на мой взгляд, самый удачный, выглядит вот так вот. И есть еще серый, который просто все будут покупать, потому что он серый. Цена такого велосипеда в среднем 2400-2500 долларов. За эти деньги на нем стоит NX, 12-скоростная кассета, 1150. В тулке здесь идут Shimano. И многие считают, что это недостаток. В принципе, где-то я тоже с этим соглашусь, но будем уже в деле потом проверять, насколько да, насколько нет. Недостаток на таком велосипеде может быть в этих тулках в том, что, когда ты сильно даешь жару, иногда вот конуса могут разжиматься, подтягивать их надо. И ход, вот этот вот ход, он не всегда хороший. Хотя говорят, что в вилках, которые, точнее, во втулках шимановских, которые чуть подороже, там он сделан уже как-то более разумно, другой. В общем, это мы тоже будем уже в сезоне тестить. Здесь 520 тормоза. Это как бы плюс, потому что это неплохо. Это не есть некоторые трейловые велосипеды. Я видел, там 400-е ставят. Вообще, на некоторых я даже тектра видел. И это жесть. Здесь 520-е. Но, конечно, было бы круто, было бы очень круто, если бы они поставили еще 4-х поршневые вот эти сами калиперы. Это было бы здорово. Но здесь они 2-х поршневые. Это такой важный момент. На него обращайте внимание. Здесь стоит вилка-сектор 130 мм. Она идет с воздухом. Здесь компрессия есть. Регулировка отскока здесь есть. И она идет уже не с железными ногами, как раньше с алюминиевыми. Но ноги у нее 32-е. То есть, довольно-таки, ну, не такие, как, скажем, у, допустим, той же Revelation. Там уже идут 35-е ноги. Оно прям чувствуется. Здесь вот такие вот 32-е. Тонкие, скажем так. У них, конечно, меньше вот этой прочности, которая на торсионной жесткости и всего остального. Но здесь уже есть De Bonair. По весу говорят, что, несмотря на то, что здесь уже не стальные ноги, она, ну, весит нормально. Она как бы нелегкая прям. Вилка тоже один такой важный моментик. То есть, в принципе, плюс, что она RockShox и так далее. Но минус то, что это самый простой, так сказать. Ну, не самый простой, но один из самых простых RockShox. Здесь дроппер Merida. Да, и это второй тоже такой небольшой, как бы, минус этого велосипеда в сравнении с его старшими братьями, более дорогими. И вот это размер S, здесь 100 миллиметров хода. На M, L, в общем, там дальше у них идет 125 миллиметров хода. И если здесь на S, в принципе, это неплохо, то есть, это нормально. То на L я бы не хотел себе 125 миллиметров вылета. То есть, если мы берем ту же Merida 120 700, которая следующая, или 7000, на которую я себе изначально вообще хотел, там идет 170 миллиметров. Это нормальный вылет. Многие мне говорят, что им хватает и 125. Ну, как бы, ребята, я рад, что вам хватает. Мне не хватает. У меня на всех видео, я вижу у себя в камере, как вот это сидение мне бьет по груди. Поэтому, ну, в моем стиле катания мне не хватает даже 150. По раме здесь вот эти накладочки, вот такая тоже прорезиненная. Эти моменты мне очень нравятся. Они так сделаны, вот, не по-жлобски. И то, что здесь это стоит, конечно, от камня, я думаю, это не защитит. И раму вам все равно тут прогнет он. Но, тем не менее, то, что хотя бы минимально об этом уже начали думать, это радует. Троса, конечно же, проведены внутри рамы. И очень разумно это сделано. У вас там телепаться внутри рамы ничего не будет, потому что здесь это все зажато. Рулевая ФСА, маленький приятный моментик. Сидение очень комфортное. И это классно, потому что вот лично я на таком веле планирую ездить много. Ну, прям очень много. И хорошо, что оно здесь стоит. Мягкое, комфортное сидение такое. Покрышки здесь стоят Maxxis 4 Caster. 29 на 2,35. И у них очень крутой накат. Многие мне рекомендовали ставить себе такие. Если ты по городу катаешься часто на подвесе, то это вообще классно. Ну, и в моем случае, я думаю, что вот я хотел бы себе такие покрышки, и они у меня будут. Хотелось бы сразу заметить, что у модели, которая в Монтвенти, допустим, 3000, 700, то, что выше идет, у них, как и раньше, сзади стоит вот такой вот Forecaster, а спереди ДХ-шная резина, ДХ-Ф, Миньоны. Я не знаю, зачем она там стоит, но, в общем, ну, как бы я знаю, зачем, но именно если вы хотите просто кататься очень много, то лучше, чтобы комплект вот такой вот был. Если вы хотите выехать на трейлы, и чтобы у вас переднее колесо в поворотах хорошо держало, никуда не заскальзывало, был нормальный держак, то там комплект, который здесь такая более злая резина, он, конечно, более правильный. Ну и теперь расскажу немножко о своей истории. Изначально осенью я уже рассказывал об этом, я понял, что я хочу себе в Монтвенти 7000, которая карбоновая, на XT-шках, там, SLX у нее, она, ну, очень неплохо напичкана, но когда я понял, что я себе ее хочу, оказалось, что они уже все приехали, их уже все купили. То есть это было осенью, еще даже сезон не начался. И она для меня как бы отпала. В этот момент я понял, что надо срочно что-то думать и опять не протыкать, и я обратил внимание вот на 600-ую за счет ее цены. То есть я посмотрел, что она на NX, я понимаю, что она, в принципе, конечно, это небо и земля по сравнению с карбоновым велосипедом, который я хотел, большая разница. Но, тем не менее, думаю, возьму, покатаюсь там пару месяцев, пойму вообще, насколько оно мне надо, если мне сильно прям зайдет такой формат, то я тогда себе уже на следующий год закажу дорогую карбоновую, буду на ней счастлив. И, в общем, я предварительно себе забронировал, заказал 600 только в красном цвете. Мне очень нравится красный цвет, это, на мой взгляд, наверное, самый удачный среди них. Но тут, как бы, знаете, на вкус и цвет. Но мне понравился красный, я себе ее предварительно заказал. Тем не менее, меня все время смущали вот эти моменты с дроппером. Вот с дроппером прямо очень смущало. И то, что тормоза не четырехпоршневые, как бы тоже вот меня это немножко смущало, потому что я этот велосипед хочу использовать более универсально. Не просто кататься там по городу. Кстати, многие, кто-то, я помню, смеялся о том, зачем тебе подвес, чтобы кататься по городу. Смотрите видосы в этом году, и вы поймете, зачем вам подвес, чтобы кататься по городу. Я там буду детально это показывать, и вы поймете, что по городу кататься на подвесе намного лучше, чем на любом другом велосипеде. Возвращаясь к теме, скажу, что в том формате, в котором я катаюсь, хотелось бы, да, чтобы тормоза были помощнее, дроппер тоже побольше садился. И вот такие вот моментики. И в этот момент мне пришла вот в глаза, попала 700-я Merida. Она уже идет, но она идет на 500 баксов дороже. То есть это уже не такое прям бюджетно, то есть это, хотя это тоже не бюджетно. Но в целом я понимаю, что такая разница. И я долго думал, смотрел, она уже идет на новом XT, SLX там смешана, в общем, кассета. И тормоза у нее SLX, но тормоза у нее уже SLX 4 поршневые, дроппер на 170 мм, вилка Revelation. В общем, в ней все идеально, она только не карбоновая. И когда я зимой ее увидел, я понял, что, наверное, вот это самый классный вариант, хотя она и в черном таком унылом цвете, в обычном черном, ее не было. Ее тоже кто-то забрал, в конечном итоге их не осталось. И мне сказали, что они больше приезжать не будут. И я, ок, жду свою красную 600-ю 120, думаю, все, у меня вариантов по сути не осталось. И вот сейчас каким-то чудом я увидел, что приехала 700-я. Я ее предварительно забронировал. Надеюсь, что это не какая-то ошибка, она реально есть. И вот сейчас мы этот велосипед собрали, я поеду, посмотрю эту 700-ю. И буду выбирать между этими двумя велосипедами. Поэтому тут же я вам примерно рассказал свою историю. Скорее всего, скорее всего, я возьму себе все-таки 700-ю. Но мне хотелось бы услышать от вас ваше мнение, чтобы взяли себе вы. То есть мы видим вот этот велосипед. И видим на 500 баксов дороже. То есть это 2,5, к примеру, стоит и 700-я стоит 3. И у 700-я, я сейчас расскажу, в чем разница. А вы мне скажете, чтобы вы себе взяли. Разница будет в том, что у 700-я, значит, будут уже тормоза SLX с 4-х поршневыми калиперами. У нее будет вилка Revelation с 35-ми ногами. Переднюю покрышку я там поменяю, я даже это не буду вспоминать. Там, в общем, она другая, но это не так важно. Дроппер будет на 170 вылета. Это очень здорово. Шатуны SLX, задняя вот эта система SLX, ну, в принципе, Shimano, но уже новая, которая будет у меня 1151, если я не ошибаюсь. То есть там уже сковородка и все такое. И, что самое интересное, втулки здесь обычные Shimano MT400, а там тоже будут SLX. Но как они работают, я не знаю. Там у них какая-то суперновая навороченная система, поэтому ход вот этот, который для меня очень важен, он вроде как нормальный. Но как оно там работает, отжимаются эти конуса, раскручиваются, это все мы будем проверять еще. Ну и, конечно, может еще будут какие-то по мелочам изменения, на которые я уже обращу внимание, когда он будет у меня в руках. Вот такая примерно история о том, как я выбирал себе очень долго велосипед. И в следующее видео, или на следующей неделе, я надеюсь, что уже будет видео о том, что это мой новый вилл. И как можно быстрее я начну его тестить, пробовать кататься. Потому что в прошлом году я очень круто откатался на Кантрином Хартейле. Это был классный опыт, experience. Но мне его очень не хватало. То есть я когда выезжал по каким-то трейлам, тропинкам, где-то по городу, даже по плитке. То есть когда ты летишь, ну вот к примеру, да, по Андреевскому спуску, по брусчатке. На подвесе это совершенно другое. А так у меня жопу все время разбрасывало куда-то. И поэтому я понял четко, что мне нужен подвес. Вот по Киеву кататься на подвесе. И вот этот подвес у меня уже практически есть. И мне кажется, что я на нем буду проводить 90% времени своего катания. Возможно еще 5% на гравийнике. И еще 5% где-то в горах, в байкпарках на своем эндуровеле. То есть вот предварительно план примерно вот такой. Ну, посмотрим как оно будет. Тем не менее, несмотря на мою историю, я бы обратил ваше внимание, если вы ищете себе трейловый подвес именно на 120 600. Потому что, во-первых, они пока что действительно есть в наличии. Там в цветах, в размерах и так далее. Во-вторых, он идет на NX. То есть у него неплохая цена, как для его оборудования. Единственное, что вот прям так сильно я все недостатки назвал. Вес 14,5 они указывают. Ну, вот он как бы такой хотелось бы, конечно, меньше. Но когда мы начинаем смотреть меньше, там уже идет карбон, другое оборудование. И цена там просто уже летит куда-то в космос. Но как для первого своего подвеса трейла, или как для такого, который, знаете, просто как расходник использовать, вот прям выматывать его. Мне кажется, это крутой вариант. Обратите внимание и не забывайте о том, что у вас есть в магазине Ябайкер промокон Стэн Стэп, по которому вы можете получить скидку 7% применимого при заказе на сайте. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok